Мы столкнулись с тем, что люди не знают историю появления Израиля, они не знают историю вообще евреев и всего прочего, и в связи с этим возникает огромное количество неприятных моментов, информация искажается, и мы должны с тобой это исправить. И мы должны затронуть очень важную тему, что происходит, почему идёт война, и что на самом деле террористы захватили власти, сейчас управляют миром, мы будем говорить об этом прямо и честно, но всё по порядку. Так, с вами Ленис Марагдова, разговоры художника С. Сегодня мы говорим с Сестер Сигаль о войне в Израиле. Всё, тебе слово. Мне слово, я думала, ты мне будешь вопросы задавать. Во-первых, не Сестер Сигаль, я его любит всё-таки. Да, начнём сначала. Давай начнём сначала появление, вот я тебе скинула в чат наш, о том, что люди вообще не понимают, что такое Израиль, откуда он взялся, они считают, что мы захватчики. Давай прибежимся по истории Израиля, о том, что эта земля изначально принадлежала нам, и как мы её потеряли, и вообще вот эти все... Пройдёмся сначала по исторической справке страны. Ну, так сказать, историческая справка, она возьмёт слишком много времени, но будем честны, если мы вернемся к моменту голосования, да, в своё время, в 1948 году, когда все страны мира решали судьбу, быть или не быть, собственно, еврейскому государству на исконной еврейской земле, то изначальная основа для этого голосования, она была оправдана именно исторически. То есть всем абсолютно точно известно, по крайней мере, тем, кто полагается на свои святые книги, которые в своей основе имеют нашу святую книгу, да, будь ли то Библия христианская, которая базируется в помощи дополнительного довеска Нового Завета на Ветхом Завете, будь ли то Коран, который начинается с первой суры, с того, что вот как бы вот евреи, вот они, вот их земля, а вот, значит, Бог решил ещё как бы иного пророка послать, то всем абсолютно очевидно, что евреи жили здесь, в земле обетованной, её границы чётко указаны в Библии, её границы намного больше, чем мы имеем сегодня в государстве Израиль, то есть, собственно, сегодня мы имеем некий огрызок от того, что нам обещано, и даже от того, что когда-то было нашим, нас отсюда выгнали, но нас выгоняли отсюда много раз, просто последний раз был наиболее такой успешный и долговечный проект, долгоиграющий, то есть, когда-то нас выгоняли отсюда персы, медийцы, вавилоняне, потом греки пытались, так сказать, не выгнать, но вытеснить, потом римляне, ну, в общем, как бы при Риме всё состоялось, мы, в общем, ушли, распространились по разным странам, после этого эта земля стала для нас не то, что совершенно недоступной, еврейское присутствие в Израиле было всегда, оно было всегда, потому что всегда находились здесь какие-то отдельные общины еврейские, в Иерусалиме, безусловно, в Хевроне, в Цфате, в каких-то самых таких важных, опять же, с точки зрения библейской, да, точках, и, несмотря на то, что они находились здесь, они были гонимыми, они были униженными, иногда им было легче, иногда им было сложнее, они сохраняли своё присутствие здесь в минимальном объёме. Большая часть евреев была рассеяна по странам диаспоры, а здесь царили режимы, которые отвоёвывали эту землю друг у друга, пытались воцариться, воцарялись на какой-то период времени, и исчезали, да, Рим, Византия, потом, соответственно, мусульмане, христиане, 17 или 19, сколько там было крестовых походов, да, когда пытались отбить у проклятых сарацин эту землю, им это не удавалось, удавалось с переменным успехом, было временное государство крестоносцев здесь, со столицей в городе Яфа, но, как бы то ни было, потом здесь воцарились турки, атаманская империя, потом пришли британцы, уже при британцах возникла идея о том, что надо бы эту землю отдать нам, и евреи сюда вернулись. Когда они вернулись сюда, они не нашли эту землю текущей молоком и мёдом, как это было обещано когда-то Моисею, и как это было, в общем, как бы до того, до того, что мы отсюда ушли, мы нашли помойку, реальную помойку, потому что здесь никто не обрабатывал землю, никто не строил здесь прекрасные города, люди жили, люди выживали в грязи, в нищете, и не пытались превратить болото, несущее малярию, или пустыню, несущую смерть, во что-то пригодное для прекрасного существования. Евреи пришли и начали это делать. На самом деле мы пришли сюда, естественно, до того, что нам эту землю официально подарили, сказали, она снова ваша. Первые поселенцы нового, уже, так сказать, витка истории начали здесь селиться ещё с 16-го, 17-го века, но уже в конце 19-го они начали эту землю действительно перевоплощать во что-то прекрасное. Появились сельхосозяйственные поселения первые, появились первые современные, не древние, а современные города, и начали происходить чудеса. Да, евреи гибли, от малярии очень много, от других опасных болезней очень много, естественно, от шальных и не шальных, а осознанно посылаемых пуль тех, кто жил здесь до туго. Еврейские дома, которые они отстраивали, сжигали, евреев забрасывали камнями, евреев расстреливали и так далее. Ну, вот, кстати, собственно говоря, тысячи человек до сих пор. Ну, это понятно. И евреи, тем не менее, копали, месили, глину строили, возводили башни, и вдруг каким-то чудом здесь все начало расти. Казалось бы, Марк Твен путешествовал здесь, говорил, боже мой, какая земля, цветущая молоком и медом, это же просто выжженное что-то, тут жить невозможно. Вдруг начало все цвести. То, что мы сегодня делаем в нашем сельском хозяйстве, это уму непостижимо. То есть, как бы мы отсюда еще, там, Россию, Украину экспортируем какие-то особенные, там, не знаю, наши чудеса, ягоды, пшеницу. Хотя, казалось бы, там земля благословенная, чернозем, прекрасный климат. Но мы ухитряемся отсюда вывозить и кормить других. Евреи любят эту землю, и она любит евреев. Это симбиоз, который нам обещан изначально Торой. И этот симбиоз нерушим. Когда этой землей владеют ее истинные хозяева, она начинает плодоносить. Конечно, не без труда и не без вложения, не без развития техники, не без умов гениальных, которые здесь новую аграрную систему, систему орошения придумывают и так далее, и так далее. Это такая вот история. Естественно, что те, кто здесь жили как бы до нас, но на самом деле никаким образом, никоим образом не имели никаких прав на эту землю. Даже те же палестинцы, которых предыдущие владельцы, что британский мандат, что атаманская, так сказать, власть, да, турецкая и так далее, считали абсолютным сбродом, быдлом, не имеющим никаких прав вообще на то, чтобы здесь быть, и живущие здесь из милости. Более того, даже арабы из каких-то других стран не считали их своими братьями, достойными, так скажем, рукопожатия, а считали их, опять же, некой такой смесью чудовищной, сбродом, который порожден здесь всеми, кто здесь вступал. То есть это потомки изнасилованных крестоносцами, теми же турками и так далее, и так далее, которые вот здесь как-то, опять же, существовали и выживали. Я не хочу никак принизить честь и достоинство человеческого индивида. Любой человек, если его достойно воспитать и выращивать в нормальных условиях, он может стать гуманистом, я верю в воспитание, я верю во влияние среды, помимо генетики. Он может стать великим человеком, может быть, невеликим учёным, но большим филантропом или волонтёром и так далее, и так далее. Вот для этого нужно приложить действительно какие-то усилия воспитательные. Те, кто жили здесь, их никто никогда не воспитывал, кроме как в ключе ненависти. Ненависть это была всегда. Забрав, например, у нас Хеврон, который изначально один из самых святых городов еврейских, после Иерусалима, а некоторые считают, что он даже ещё более свят. Там есть такая пещера Махпела, где похоронены, считается по легенде, похоронены четыре пары Адам и Ева, а также три пары працев, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лея. И, соответственно, это очень святое место. В своё время евреи, которые смел подойти к этой святыне, приговаривали к обезглавливанию. Там было энное количество ступенек, чтобы приблизиться к этой усыпальнице. Если еврей поднимался выше седьмой ступени, ему отрубали голову, и находились те, которые жертвовали собой, пытаясь доказать, что это вообще-то наше. То, что здесь творилось на протяжении всех этих столетий, это было ужасом, это было кровавым месивом, это было побоищем, это была абсолютная история унижений. Ну и, соответственно, этот же дух, он продолжает культивироваться в современных жителях тех территорий, которые они называют почему-то Палестиной. У них на это нет никакого права, ни исторического, ни генетического. Изначально Палестина для евреев, естественно, не очень приятное название, потому что она происходит от библейского, на иврите это называется Плештим. Плештим – это народность, и, соответственно, у них есть земля, Эротс Плештим, которые, так сказать, они обитали когда-то. Они были нашими соседями. К арабам нынешним они не имеют никакого отношения генетического, не исторического. Плештим – филистимляне. Они самые близкие родственники древних греков и островитян, соответственно, киприотов, кретян и так далее. Это, так сказать, разновидность вот этого вот средиземноморского народа, островного, которые приехали сюда, завоевали здесь несколько городов. Опять же, сюда никто не приглашал, никто их здесь не звал, и обозначили это вот своей землей, землей Плештим. У них было в свое время пять городов на территории древнего Израиля, в том числе Аждот и Ашкелон. Это не совсем те Аждот и Ашкелон, которые есть сегодня, но где-то там рядом. Гад, опять же, это не совсем Кият-Гад наши сегодняшние израильские, но где-то там. Циклак и вот, собственно, Газа, Аза. Они занимались воровством исключительно. Они были язычниками, естественно, поклонялись своим богам, там Дагону в том числе и так далее. История противостояния евреев с ними известна хорошо по истории богатыря Самсона, Шемшона, который там льва разрывал, да, и который, соответственно, ослепленный и схваченный в плен, будучи великим силачом, раздвинул колонны, несущие храма Дагона и, так сказать, под обломками этой крыши погубил всех своих мучителей. Ну и так далее. Потом это история Давида, естественно, Давид воевал с филистимлянами, с Плештим, это была постоянная история набегов, воровства, захвата пленных, насилия еврейских женщин, украденных трофеев. Как правило, они очень любили уводить скот, а также уносить оружие, драгоценности, ну, как обычные налетчики и делают. И постоянная попытка отобрать это обратно. То есть вот история Давида, если почитать первую книгу царства, это вот до того момента, когда он воцарился, это вот пришли, украли, угнали, пленных забрали. Давид, соответственно, берет свое войско, бежит за ними, пытается отобрать обратно. Вот такая вот история. Конечно, пришли к ним здесь никто не любил, их ненавидели, потому что очень неприятно жить, не осознавая, что ты можешь быть в безопасности в собственном доме, что среди ночи или среди бела дня, особенно когда мужчины уйдут куда-нибудь в храм на служение, или там поля обрабатывать, придут, изнасилуют твоих женщин, уведут в плен женщин и детей и все такое. Это было очень неприятно. Евреи жили в постоянном состоянии обороны, оборонялись от этого сброда. Но в результате, в общем, как-то даже их более-менее вытеснили. В результате евреи остались, сохранились. Плештим не существует. Эта раса этой нации генетически уже не сохранилась. Но приходит сюда вот этот новый сброд и говорит, что это мы плештим, мы филистимляне, мы настоящие палестинцы. Собственно, они исторически, я повторяю, не иметь никакого отношения к... Так, у нас что-то прервалось. Эстер. Так, у нее, наверное, сел телефон. Так, сейчас, ребят, потерпите, сейчас должна Эстер вернуться. Так, магия интернета. Так. Это нас прервали, я не поняла. Да, не знаю, что-то какие-то... Я остановилась на том, что они играют словами. Это лингвистический такой, политический трюк. В свое время римляне провозгласили эту землю Палестиной, потому что им не нравилось, что это Израиль. Ну, не нравилось им ни израиль, ни людей, и эти слова как-то вот не лежали, не ложились на душу. Они называли эту землю Палестиной. И вот приходят они и говорят, это-то наше. Окей. Даже после того, что они считают это своим, не имея на то никакого исторического права, евреи, получившие это государство, никоим образом не пытаются их вытеснять. Они говорят, окей, ну вы здесь живете, давайте как-то существовать рядом, будем с соседями. Естественно, эта политика не прокатывает, потому что начинается сразу волна агрессии. Мы знаем, что как только провозгласили независимость Израиля в 1948 году, как только британцы оставили еврейские земли, еврейские позиции, в ту же ночь начинается уже война за независимость, то, что называется, мы так и называем, война за независимость, потому что на нас нападают. Эту войну мы выиграли и совершили историческую ошибку. Надо было погнать их как можно дальше. Тем более, что мы понимали, с кем мы имеем дело. Например, в 1929 году, это такая важная справка историческая, в 1929 году они решили устроить серию погромов, вырезать евреев, которые здесь жили. Я повторяю, что евреи здесь жили всегда, а начиная где-то с 16-18, особенно 18 веков уже довольно кучно, были большие общины. В Хевроне была большая община, в Иерусалиме была большая община. Они решили устроить погромы. Погромы были одновременно. Начались в Хевроне и в Иерусалиме. В Иерусалиме рабы напали, палестинцы так называемые, напали на автобусы, которые везли персонал в больницу Адаса, напали на больницу, вырезали очень многих. В Хевроне напали тоже на еврейские дома и в том числе на больницу, где работал доктор, который лечил их же. Все эти годы он лечил их же. Спасал арабских детей, делал им какие-то уколы, давал им витамины, справлял переломы, делал операции. Вырезали всех, включая этого врачами, сестеры и так далее. И это было просто воплощением абсолютной, абсолютной неблагодарности. И, в общем, было уже понятно, с кем мы имеем дело. Поэтому, конечно, после того, что они делали такое, и потом на еврейских святынях устраивали, пардон, сортиры, в буквальном смысле слова, то есть на месте захоронений великих там еврейских святых в Хевроне и так далее, они сделали просто туалет для пастухов. Кладбище превратили в пастбище, и эти могилы были в прямом смысле засраны, реально засраны. Потому что туда ходили испражняться вот эти как бы победители. В 1948 году можно было понимать, что будет такое продолжаться и дальше. И, в общем-то, надо было их выгнать. Я не стесняюсь, я произношу это со всей, так сказать, давай себе отчет о том, что я говорю. Их надо было выгнать. Но, опять же, израильские политики, которые были тогда у руля, Машедаян, Голдемер, естественно, опять пожалели. В 1967-м опять их пожалели, когда уже арабы бежали, бросив ключи от Храмовой горы, и уже можно было все это взять, использовать это уже как часть, органичную часть еврейского государства. Тем не менее, Голдемер и Машедаян повторили ту же ошибку, сказали, возвращайтесь обратно, братья, мы вас любим, живите, никто вас ничего не отнимает. Для них это большая проблема. Для них это реально большая проблема, потому что вроде них никто ничего не отнимает. А на что жаловаться тогда? А жаловаться им необходимо, потому что вся их жизнь построена исключительно на системе жалоб и конюченья, которые, в общем-то, раньше приносили гораздо меньше дивидендов. Но сейчас они приносят дивиденды очень большие, и я объясню, почему. Политическая ситуация в мире изменилась. К сожалению, в мире сейчас главенствует абсолютно дебильная повестка так называемой толерантности, политкорректности. Посмотрите, что в Америке происходит БЛМ и прочее, и прочее, и прочее. И у власти сейчас снова демократы, демократы, даже стыдно произносить это слово, потому что к демократии тот режим, который сейчас происходит, не имеет никакого отношения. Опять же. Так вот, пока был Трамп у власти, хамасовцам некому было жаловаться, некому было конючить, что вот мы, бедные, несчастные, нас притесняют, помогите нам, потому что они прекрасно понимали, что любое конючение, любая жалоба получат в ответ, ну, в общем, как бы фигу, да, это очень, так сказать, эфемистически выражается, а то и что-нибудь другое. Как только Байден опять стал руля, демократы вернулись в Белый дом, у Хамаса возникла идеальная ситуация, можно опять плакаться, можно опять конючить, особенно после того, что Байден совершил дебилистическую, трагичную для Америки ошибку, пригласив беженцев из Латинской Америки, мол, приходите к нам, мы вас всех будем кормить, мы вас будем делать прививки, мы вас всех обеспечим пособием, приходите. Что там сейчас отворится на границе, посмотрите, да, миллионы людей без крова, голодные, которых просто физически невозможно обеспечить. Хамасовцы очень хорошо умеют следить за повесткой дня во внешней политике, они тут же... Давай уточним для людей, потому что, видишь, мы поняли, что не все разбираются в этих деталях, что такое Хамас. Что такое Хамас? Ну вот... Хамас, это террористическая группировка, которая вообще-то как бы должна была быть как бы отделена от государства. Вот так получилось, что именно в Палестине, особенно в секторе газа, но вообще среди палестинцев, которые живут в других территориях тоже, эта сила оказалась лидирующей. Не то, чтобы они сами там вот так решили и так хотели, но у них сила, и их боятся, и, в общем-то, они как бы рулят так же и в политическом смысле тоже. Хотя изначально как бы это террористическая группировка, собственно, где террор, а где политика. Теперь, Хамас держит в ежовых рукавицах все население собственное, на котором глубоко наплевать, глубоко насрать. То есть, там царят, во-первых, невежество, что самое страшное, потому что я повторю еще раз то, что я говорила выше, если человеку, особенно из молодых ногтей, дать нормальное образование, нормальное воспитание, так он и будет нормальным человеком, нормальным гражданином мира. Но дети в Палестине образование практически не получают. Там в основном дети безграмотные. Даже если они учатся в школах, то они учат какую-то особую картину мира, которая реальной картине мира никак не соответствует. Из серии «Найдите там пять отличий», там не пять отличий, там 150 отличий. В общем, там как бы между реальностью и тем, что они изучают, нету ничего общего. Начнем с того, что они даже не знают, что такое Израиль. Они не знают такого слова «Израиль». Они не знают, что есть вообще еврейское государство. Они считают, что есть только государство Палестина. Есть какие-то там злые пришельцы евреи, какие-то рептилоиды. Они считают, что Иерусалим – это столица Палестины. Опять, слово «Израиль» они не знают. У них карта мира нарисована по-другому. Там Израиль, естественно, тоже не существует. Большинство из них все-таки не доходит до каких-то там высот. Если они овладевают грамотой, то хорошо. И даже собственно религиозные священные книги большинство из них не читало никогда. Они реально не знают, что написано в Коране. В том числе, что там написано то, что даже пророк Мухаммад признавал, что эта земля еврейская, и что евреям нужно, так сказать, отдавать почет и уважение и признавать их право на эту землю. Они не читали священных книг. Они не знают ничего, кроме того, что им вложили в уши. А в уши им вложили, что евреи захватчики, что их надо убивать. Ну и всякую прочую билиберду, да, и бурду. Типа о том, что шахидов ждет наверху, там, в районе и так далее. Да, хотелось бы уточнить, что на сегодняшний момент Хамас настолько силен, что Израиль, который является маленькой точкой оккупированной территории вокруг арабского, большого арабского мира, что все эти арабские страны, они в том числе спонсируют. Иран в том числе спонсирует Хамас. Проблема в том, что не только Иран спонсирует Хамас, не только арабские страны, да, с очень опасными режимами. Спонсируют, мы возвратим сейчас к Америке, да, в том числе Европа и Америка. Он, Байден, сейчас на днях пообещал им миллиард, миллиард долларов в качестве, так сказать, дара. Теперь, мало того, что они держат народ в невежестве, в абсолютном, в грязи, в антисанитарии, в нищете, в голоде, у них, в принципе, отсутствует понятие о ценности человеческой жизни. Более того, они объясняют этим жителям несчастным, что если они погибнут в результате заварушки какой-то, так это им на благо же, им же будет лучше, они же там попадут сразу куда-то в рай, где их ждет огромное количество ништяков. Поэтому у них совершенно отсутствует понятие также о том, что надо заботиться о безопасности собственных граждан. Наоборот, они собственными мирными гражданами прикрываются. Большинство ракетных установок, из которых они бомбят нас, они расположены в жилых кварталах, в жилых домах, очень часто в каких-то либо многоквартирных, где есть семьи и дети, либо вообще в детских садах, в каких-то организациях. Поэтому если ты пытаешься разбомбить, собственно, эту ракетную установку ответным ударом, то ты обязательно, ты обязательно попадешь в кого-то из мирного, мирного, там практически нету мирного, но гражданского населения, и очень часто ты попадешь у ребенка. Что, естественно, опять будет использовано против нас. Потому что если у Израиля первая ценность – это человеческая жизнь, и везде есть бомбоубежище в каждом доме, и в каждом квартале, а часто в каждой квартире, то там нету понятия бомбоубежищах вообще. Там есть очень много бомб, там есть очень много ракет, там есть очень много туннелей, очень много боеприпасов. Откуда они берут эти боеприпасы? Очень просто, из того, что им жертвуют в качестве гуманитарной помощи. То есть им дают деньги, собственно, Израиль им тоже дает деньги. Вот тут же сейчас во время последней войны было тоже несколько нонсенсов, да, что мы посылали им грузовики с гуманитарной помощью, они их же обстреливали, эти идиоты. У них были проблемы с водоснабжением, были проблемы с электричеством, которые они же случайно разбомбили. И мы высылали им бригады, которым это все чинили, чтобы они могли пользоваться благами цивилизации. Это абсолютный нонсенс. Все им дают деньги. Что они делают на это деньги? Вместо того, чтобы купить, там, не знаю, сорта пшеницы, начать обрабатывать землю и сеять хлеб, они приобретают оружие. Вместо того, чтобы закупиться лекарствами, они приобретают оружие. Вместо того, чтобы обеспечить вакцинами от коронавируса или неважно от чего, от туберкулеза собственных детей, они покупают оружие и боеприпасы. Это вечная история, вечная. И чем больше идиотов у власти в свободном мире, в западном мире, тем больше боеприпасов у них сейчас. Потому что есть у кого конючить, есть кому жаловаться. Мы несчастные. В принципе, с точки зрения психологии, изначально человек, который живет в позиции «я несчастный, мне все обязаны», это человек-паразит, мерзавец, пиявка на теле, и ему нужно очень быстро чинить мозги, если это возможно. В их случае это практически уже невозможно, потому что их так воспитывают с детства. У них страшные бытовые условия, у них страшные социальные правила. Это у них девочек новорожденных душат моментально после рождения, если там больше четырех девочек в семье. Это им, новорожденным девочкам, кладут овечьи шкуры на лицо, а потом садятся сверху и просто раздавливают их. Это их держат в ежовых рукавицах, это их душат электропроводами, телефонными проводами и шнурками от занавесок, если вдруг эта девочка посмела улыбнуться какому-то мальчику на улице и так далее. Это их поливают бензином и поджигают заживо, если они как бы нарушили законы скромности. И это то, что происходит в 50 километрах от Тель-Авива. Казалось бы, вот столица цивилизации, страны с высокими технологиями, с лучшей медициной в мире, на планете и так далее, в 50 километрах от этого места, где небоскребы, в которых процветают стартапы, в которых изобретают экзоскелеты, которые по всему миру сейчас спасают инвалидов и так далее. Или там, не знаю, лазерные установки для того, чтобы делать операции, избегая, так сказать, разрезов полостных и так далее. В 50 километрах, в 30 километрах оттуда, там реально обливают бензином девочек и поджигают их за то, что они якобы флиртовали с кем-то там на улице. Это страшно. Эти люди страшные. Они живут страшно. Они живут как животные. Я повторяю это слово. Они в большинстве сам животные. Живутные не потому, что это их личный выбор. Не потому, что они выбрали террор, смерть и откусывание собственными хищными зубами чужих пальцев. Потому что их сделали такими. Их воспитали такими. Я не могу сказать, что они в этом виноваты. Но уже став этой зомби-толпой, они продолжают черное дело смерти, которое необходимо остановить. И чем больше западный, свободный, так называемый свободный, я не считаю этот мир свободным, потому что он сейчас в плену у другой чудовищной, тотальной философии ошибочной. Но пока этот мир поддерживает ту сторону, покоя и безопасности не будет нигде. Потому что они будут распространяться как чума, как зараза. И мы, евреи, сейчас сдерживаем эту чуму, сдерживаем собственными телами, реально прикрывая собой амбразуру. Когда сейчас в Лоде, в Рамле были страшные погромы, страшные погромы. Десять синагог сожжено, свитки Торы сожжены, избитые камнями, затыканы ножами, дети, взрослые. Кем? Соседями, которые жили в соседних квартирах, в соседних домах, которые выходили по ночам и помечали крестами или какими-то другими метками, еврейские машины, чтобы их взрывать и сжигать, еврейские квартиры, чтобы в них врываться и грабить. Это соседи, с которыми мы жили рядом. Это невозможно. Один пример чего стоит. Сейчас они убили, они убили еврея. Один еврей был убит ими во время погрома. У этого еврея была программа оформлена, такая программа АДИ, когда мы готовы, мы при жизни подписываем, что мы жертвуем свои органы на пересадку после смерти, чтобы спасти других людей. Его печень или что-то там, почка была отдана арабской женщине. Это нонсенс. То есть я, с одной стороны, рада, что человеку жизнь спасли, но, с другой стороны, убитый арабами пожертвовал свои органы арабам. И это нонсенс. Не потому, что нельзя евреев жертвовать органы арабам. Можно. Но нельзя это делать в той самой ситуации, когда им будет выгодно еще больше убивать евреев и еще больше получать от них пользы. Даже посмертно в виде извлеченных из них органов. Это нонсенс. И этот нонсенс нужно прекратить. Пока что единственные жертвы всего этого – евреи. Единственные герои во всей этой ситуации – евреи, которые реально собой прикрывают этот ужас и этот террор. И этот террор распространится дальше. Мы видим уже, что происходит в Европе. Мы видим, что происходит в Америке. Мы видим, что нытики, паразиты, люди, которые привыкли жить на пособие, на гуманитарную помощь, люди, которые привыкли ходить с протянутой рукой, перестали удовлетворяться этим. Они больше не хотят протягивать руку, они хотят отнимать это, как будто бы у них есть на это право. Посмотрите на движение BLM в Америке, посмотрите на арабов в Европе, которые приходят, взрывают кафе, убивают людей, которые им чем-то не понравились, потому что они там неправильную карикатуру на Мухаммеда нарисовали или еще что-то в этом роде. Это абсолютный нонсенс. Если мы сейчас это не остановим, то скоро весь мир будет плакать. Евреи, как всегда, клакмусовая бумажка. Пока что страдаем мы в основном, но если так пойдет и дальше, если люди выберут не ту сторону и будут поддерживать не нас, а их, то скоро пострадают и другие страны. Они уже страдают, но это будет еще быстрее, еще более удушающим, устрашающим вариант. Я в этом абсолютно убеждена. У меня аж прям даже это, господи, я слушаю, у меня аж прям все трясется. Ребята, пожалуйста, распространите это видео максимально, сделайте его репосты в группах на своей странице, потому что то, что мы сегодня обсуждаем с Эстер, это происходит в 21 веке, в 21 году. И здесь не надо отмалчиваться, как интеллигенция, что они сами разберутся. Нет, к сожалению, как показывают исторические факторы и то, что происходит сегодня, это дело рук каждого. Защитить свою страну, защитить своих детей и изменить мир, именно объединившись, именно донося правильную информацию до людей, убирая вот эту дебилизацию, и необразованность, которая царит, ведь люди же вообще не вникают ни в историю, ни в священные писания, они просто как зомбоящики, и такие люди тоже есть и в России, и в Европе, и даже в Израиле, к сожалению, это тоже есть. Поэтому, ребята, у нас сегодня был очень грустный такой, но и очень важный эфир. Вот, я хочу сказать спасибо большое, Эстер, что нашла время и очень структурированно, я, потому что вся на эмоциях, я могу только кричать, да, Эстер наоборот, она всегда берёт себя в руки и рассказывает, очень структурированно и логично. Поэтому, ребята, мы должны это остановить, потому что это не наше будущее, это наше настоящее. И это настоящее, вот этот весь ад может прийти в любой момент, в любой дом, в любую страну, если мы это не остановим. Поэтому, пожалуйста, делайте максимальный репост и до новых встреч. Эстер, я тебя... Я тебе тоже спасибо, удачи во всех твоих начинаниях. До свидания.